Три месяца назад был международный симпозиум. Где принимали участие все первые лица в мире. Открывался симпозиум, если кто-то смотрел, вы помните Массима Эндровиния, первое лицо мировой философии, философии религий и прочих регалий. Если кому-то надо, открываете Википедию и читаете долго, настройтесь полчаса, вам нужно больше прочитать все регалии этого человека. Человек, который длительный промежуток времени, лет на 40 занимается, личность крайне занимательная, я вам рекомендую с этой личностью познакомиться. У вас возникнут некоторые вопросы, если вы умный человек разумный, у вас сразу возникнут некоторые вопросы. Профессор Туринского университета. Неплохо. Профессор Туринского университета. Ну, посмотрите его первое образование. Это второе. Посмотрите первое. А первая папская академия в Риме. Посмотрите, из какой он семьи. Посмотрите, кто папаринский сегодня. И тогда много ответов на вопросы, так сказать, придет. Кто этот человек? Это совсем не тот человек, который написан в Википедии. Там, если писать правду, придется занять пол Википедии. Так вот, этот человек, он открывал этот симпозиум, он сказал, в момент открытия симпозиума, что это крайне интересная тема на сегодняшний день. Потому что эту тему никто, в общем-то, не поднимал, как и с следующего дня. И неизвестно, почему эту тему никто не поднимал. Никогда. Ну, по причине, потому что она же очевидна. Ну, сама по себе тема. Вот. Что современная наука, которую вам преподают в университете. Она возникла, наверное, на пустом месте. Ее не из головы взяли, ее не выдумали. Она же откуда-то появилась. Когда вы даже просто идете в историю, в ту классическую, буквенную историю, которую вам в школе преподают, которая переписана уже 57 тысяч раз, вы там находите разных Аристотелей и так далее, которые жили задолго до того, как появилась вот эта вот сегодняшняя игру наука. И при том, Аристотель это очень, как говорится, спорная фигура, потому что я всегда издеваюсь на семинарах над ними. Я всегда говорю, что я даже знаю, на кого вы будете ссалаться. Они говорят, на кого? На Платона или Аристотеля? Почему? Ну, потому что вам не на кого больше ссылаться. Вы больше ничего не знаете. И точно. Только Платон и Аристотель. Вот они больше ничего не знают, выдумали себе Платон и Аристотель. Больше они на кого не ссылаются, да. Но у меня совершенно другие задачи. Я, честно говоря, не занимаюсь этими всеми волшебными делами, которыми они занимаются. Знаете, есть такое волшебство умение писать. Люди знают язык и не пишут. А когда им нужно заняться серьезным делом, они переписывают друг друга. Один переписывает друг друга, другой переписывает третью. Если вы посмотрите на современную академическую науку в Европе, то там вся наука состоит из переписывания. Вот они с утра до вечера переписывают себе друг другу. Один переписал друг другу, а на того и сослался. Этот переписал друг другу. И когда мы доходим до сути, а зачем это все нужно? Вот, представьте себе, существует наука, да, какая-то? Ну, предположим, академическая, да? Она же пользу пути принеси должна. Ну, она же пути просто. А ну, это зачем? Для чего? Она есть. Это мировоззрение, это некое понимание. Польза-то зачем нужна? Кому нужна польза науки? Никому. Да. Но, к сожалению, я всю жизнь занимаюсь и на пользу, и поэтому мне чуть сложно оценивать на науку, которая не нужна вообще. Для чего я трачу столько времени, чтобы ничего не уметь, ничего не знать? Так вот, семинар поделен на две части. На теоретическую сегодняшнюю и практическую завтрашнюю. Ну, все-таки вы уедете с чем-то отсюда. Полезно для себя, обязательно, да. И пока вы будете слушать теоретическую часть, вам тоже кое-что станет, как бы, принято в этом во всём. Итак, когда вот этот вот симпозиум, марафон, назовите его, так сказать, начинался, там Массима Интервене дал речь, все видели и тут же подключились украинские учёные. Наша академия наук была на высоте, так сказать, на симпозиуме. Они тоже сказали, что вот мы тоже всё знаем и всё умеем и всё рассказали на симпозиуме. Потом появилась другая какая-то, ну, как бы, так сказать, схема, в которой там много людей появилось и все высказывали свои мнения. Короче, это неделя длилась. В конце концов, мы все-таки пришли к выводу, что никто ничего не понимает в Еврике. То есть, когда я начал читать первую лекцию, она произвела какой-то жуткий фурор среди всех. Я говорю, как так может быть? Я говорю, а что может быть? Понятно, что ничего не может быть. Есть же документы. Есть же, что может быть? Ничего не может быть. Всё может быть. Такое подтверждение, что я не буду здесь, как бы, повторяться, делать то, что я делал на симпозиуме. Вообще никогда не повторяюсь. Поэтому мы с вами поговорим о том, что, по сути своей, по сути своей, как вы понимаете, первый посыл, который мы с вами рассмотрим, Сколько лет человечества? Ну, вы можете напрягаться. 250 миллионов. Пишите. Это то, что доказано артефактом. Ну, артеологи. То есть, не великая другая наука, в принципе нас не интересует. А не то, что артеологами доказано 250 миллионов. Потому что там вот какие-то измерители есть. Я не люблю. Ну, они только какой-то радиоанализ проведут, ещё что-либо. Все остальные просто из головы говорят. Я думал столько-то. Здесь хоть какая-то наука присутствует, какие-то вычисления. Вот представьте себе, 250 миллионов лет. Люди живут. Они, знаете ли, существуют. И им вот страшно нужна математика. Понимаете? Они вот просто без неё жить не могут. Без математики. Они вот прям родились. 250 миллионов лет назад. Хвать за математику. И без неё вот просто никуда. А потом им очень нужно, вы же понимаете, физику. Страшно нужно физику. Когда вы последний раз учебник по физике открывали? Вот так и ваши предки. Никогда. Правильно. Никто не открывает учебник ни по физике, ни по математике, ни по прочим наукам. Почему? Да. Хоть я как бы кандидат ДОВ, но я прямые выражения. Зачем они нужны? Кому они нужны? Правильно. Это нужно для того, чтобы что-то сделать. Но люди тогда, 250 миллионов лет назад, не знают никакой математики. Вообще. И через 100 миллионов не знают никакой математики. У нас математика появляется в том виде, в котором мы себе её представляем, документально, в истории, после французской революции. Вы напишите, что математика появляется после французской революции, официально. А это 1830-й год, если вы помните. Буржуазная революция. Что? Да, да. 1789. Нет, нет, нет. Это сама революция. А математика, там же после этого время должно пройти, чтобы начать наводить порядок. То, что вы правильно говорите. Сама революция та. А я говорю, после, там же сказано, после французской революции. Как бы, да. То есть, 1930-й год. И я сошлюсь на конкретный источник, откуда я это взял. Точнее, таких источников несколько, но я вам сам авторитет. Да, источник. Я генеральцев, книга «Адаптивное мышление». Там полкниги о методологии науки. То есть, полкниги идёт о том, как наша наука становилась той наукой, которой она сегодня является. Вот то, что мы сейчас видим. Да. И математические методы решения задач, любые математические методы решения задач, они все доделены после 1830 года. А теперь, опять со ссылкой на того же Герге Геренсера. Кто такой Герге Геренсер, неизвестно, да? Давайте вам расскажу, кто такой Герге Геренсер. Это отличный парень. Да. Итак, раз вы не знаете, кто такой Герге Геренсер, сейчас я вам за 2 минуты объясню, кто это такой. Знаете, в мире сегодня таких людей, как Герге Геренсер, немного. Их тоже пальцы можно пересчитать. Ну, во-первых, это один из самых знаменитых психологов мира, которые существуют. Невец. Директор института Бланка в Германии. Человек, который написал книгу «Адаптивное мышление», человек, который написал книгу об интуитивном принятии решений и так далее и так и подобное. Таких вообще на самом деле только двое в мире. Это он и Канин. Да. То есть это люди, которые один всю жизнь учёный проработал в науке, второй, вы знаете, работал с военными в Израиле, потом переехал в Соединённые Штаты Америки. Канинман, нобелевские лауреаты, этот и тот, оба, поэтому сложно очень что-то с ними говорить. Дядька, он действительно очень интересный и дядька, он действительно очень к ним. Так вот, когда он пишет книгу об адаптивном мышлении, первое, что он пишет и утверждает в своей книге, что наш ум с вами очень плохо работает с цифрами. Он вообще не предназначен для этого. То есть они ставили эксперименты и выяснили, что на 100% случаев из 100 человек при математическом расчёте допускают ошибку. Это говорит о чём-то, как он говорит, о том, что наши предки математикой не пользуются. То есть мы всегда ошибаемся в вероятности. Всегда. То есть мы очень хорошо работаем с величинами, которые нужно извлекать. Поэтому мы всегда безупречны в цифрах при методе извлечения. Что это значит? Вот в школе таблицу умножения выучили. Всё. Теперь вы извлекаете безукоризмом дважды 2, 4, 6, 6, 36. Тут вы не ошибаетесь, не ошибётесь никогда в жизни. Но на методе расчёта здесь вы ошибётесь 100 из 100. Человек всегда считает с ошибками. А как они это делают? Ну и не просто. Георгий Геренцов взял своего студента, дал ему деньги и отправил его проходить анализы на генерические заболевания в Германии в 10 центрах. Так вот, что самое интересное. В 5 он был более страшный. В 3 они сомневались, а в 2 сказали, что здоров. Это самое современное оборудование. Самые современные методы расчёта. Самые современные врачи. Всё самое современное. 80% ошибок из 10 центров. Тогда Георгий Геренцов очень сильно испугался и решил это повторить в Соединённых Штатах Америки в следующий раз. Там вероятность ошибки была 100%. 10 центров дали все неверные информации. А вопрос задачники сказал очень прост. То есть он говорит, я сам их раскоординировал. Какова вероятность заболевания веерического у моего студента? И как только Георгий начали работать с вероятностью, они сразу начали делать ошибку за ошибку. Автоматично. Обратите внимание на очень интересный вопрос. Георгий Геренцов на этом не остановился. Он дальше решил развлекаться. То же самое он пошёл к самым великим консультантам, которые консультируют людей на бирже игры. И попробовал с ними поставить точно такую ошибку. Они ошиблись 10 из 10. То есть он смоделировал ситуацию на бирже и попросил дать прогноз. В результате они 10 из 10 ошиблись. О чём речь идет? О том, что человеческий ум плохо работает с цифрами. Что говорит Георгий Геренцов? Георгий Геренцов говорит следующее. Вообще современная нагуха обожествила человека. Сделала из его Бога. Он говорит, я не могу себе даже представить, каким способом рабочий на заводе с применением байесовской модели может рассчитать вероятность в уме. То есть если вы возьмёте книжку любую, то расчёт байесовской модели это вот книжка, вот так как книжки. То есть это вот так формулы, 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 вычисления, вычисления. Так вот это нужно сделать в уме за доли секунды. Он говорит, я не понимаю, как рабочий на заводе может рассчитать вероятность с использованием байесовской модели. Но современная нагуха считает, что он может, должен просто поручиться в хорошеньках. Как вы понимаете, любой рабочий на заводе мне никогда не слышал байесовской модели. Ничего. И ничего рассчитывать он не будет. И всю жизнь он как делал? На глаз, угол откровения, бах, лотков и всё работает. Кто же на 90-х не видел? Да. И вот так как мы не были на то, что в моих семинарах, я буквально одну минуту скажу, что когда он говорит о книге, которая называется «О принятии интуитивных решений», там он говорит, что наша автоматика рассчитывает свой шагин параметр. Для чего математики нужно решить тысячу щенка линейных уравнений? А наша автоматика считает один правиль. Например, бросок баскетбольного мяча в кольцо. Он говорит, вот чтобы рассчитать это в математике, нужно около тысячи линейных уравнений рассчитать. А чтобы нашей автоматики тело посчитать, нужно просто угол встречи кольца и мяча посчитать. То есть наша автоматика за микродоли секунды рассчитывает те вещи, которые компьютер не может рассчитать в течение двух часов. Никакой линейных уравнений. Поэтому, когда говорят, что машины поглотят людей, съедят, целые компьютеры – это допотопные вещи. По сравнению с нашими счетно-решающими приборами автоматики, это просто очень слабенькая машина. Поэтому, когда мы говорим о том, что наше с вами мышление, наше с вами ум совсем не предназначено для того, чтобы работать с цифрами, это не значит, что мы не можем работать с цифрами. Можем. Как вы видите, мы дома строим, архитекторы проектируют, строители строят, мы машины, механизмы производим. Все это мы умеем делать. Просто мы не умеем это делать изначально. Понимаете, да? То есть изначально наши механизмы не предназначены для работы с цифрами. То есть, если человек никогда с цифрами не сталкивался, его об этом специально не обучали, то он не сможет это делать. Другие вещи мы сможем делать что? Без предварительной подготовки. Поэтому, безусловно, когда касается принятия решений, математика что? Не работает. И это все тоже не работает.